Танец на пилоне, пол-дэнс, стремительно набирает популярность во всем мире. Анастасия Юркова открыла для себя это направление около 10 лет назад. Пришла на занятия попробовать и влюбилась. Так ее покорил изящный и грациозный пол-дэнс, который совмещает в себе все лучшее от спорта и танцев. За последние, наверное, 6 лет наш спорт уже преобразился значительно. И сейчас он называется воздушно-силовая атлетика, воздушная гимнастика. Еще есть ряд трактовок, но суть одна и та же. То есть мы показываем силовые и упражнения на гибкость на снаряде, который называется пилон. Пришла я разнообразить свою деятельность как фитнес-тренера по танцам. То есть это было новое направление в танцах, что теперь пилон – это не стриптиз, это не ночной клуб, а это разновидность фитнеса. Постепенно хобби переросло в профессиональный спорт. Анастасия стала выступать на соревнованиях и отдавать большую часть своего времени, сил и мыслей тренировкам. Первые победы не заставили себя ждать. Сейчас у Анастасии своя студия в Дмитрове. Небольшая, но очень уютная. Где она в качестве тренера помогает девушкам научиться невероятным воздушным трюкам, укрепить мышцы, сделать свое тело сильным и пластичным. Дойти можно абсолютно до любого уровня. Сейчас мы живем в мире, в котором мир возможностей. То есть можно реализовать абсолютно любую свою мечту, несмотря ни на что. То есть для этого есть абсолютно все. Раскрыть свои самые классные стороны и, наверное, получить в нашем случае оценку судей титула. В прошлом году в жизни Насти произошло важное событие. В декабре она выиграла чемпионат мира по воздушно-силовой атлетике в категории профессионалы, который проходил в столице Чехии, городе Праге. Туда нужно было отобраться. То есть летом мы ездили в Краснодар, прошли отборочный тур. И этот отборочный тур нам позволял поехать либо на чемпионат Европы, либо на чемпионат мира. Европа проходила в сентябре, но не получилось у меня туда попасть. И я сразу поставила себе цель, что я поеду на чемпионат мира. Это была, наверное, моя голубая мечта. Но поскольку пришла я в этот спорт не сильно молодая, то есть мне уже было далеко за спортивный возраст. Я начала, наверное, в 24-25 лет. Поскольку конкуренция сейчас растет просто семимильными шагами, моя мечта мне казалась очень отдаленной. Но все возможно, как говорится. На соревнованиях по дисциплинам воздушной атлетики к спортсменам предъявляют самые строгие требования. Они должны исполнить сложную программу с набором обязательных элементов. А судьи оценивают не только технику, но и внешний вид спортсмена – костюм. Каждое движение должно нести только спортивный характер. Иначе дисквалификация. Со стороны кажется, что обычному человеку это не повторить. Но Анастасия Юркова уверяет, начать работу над собой никогда не поздно. Тело постепенно привыкнет к нагрузке. Конечно, поначалу вообще очень тяжело. Я не думала, что у меня получится. Наверное, первый месяц я училась столько лазить, линейки всякие делать. Мне это все давалось нелегко. Я не думала, что до такого дойдет уровня. Я занимаюсь уже полтора года. Пришла я вообще просто, в принципе, за компанией, за любопытство. Просто было интересно посмотреть, все рассказывают, рассказывают, посматривают. В общем, восхитилась вообще Настей, потому что это настолько круто, то, что она делает. И мне очень захотелось стать так, как она, выполнять все эти вещи и остаться. Более подробно о направлении пол-дэнс мы расскажем в нашей программе, которая выйдет на телеканале ТНТ Дмитров в это воскресенье в 19.20.